Итак, всем привет, с вами ДопГ, и мы начинаем играть в PAX BRITANICA за Британию непосредственно. Кто не знает, это мод, в котором тут очень интересно пошли технологии развиваться. У нас, видите, башни Тесла всякие есть, кампусы, медучреждения. У нас очень разные интересные технологии есть. Ну, на самом деле, некоторые технологии здесь наполовину бесполезны, но в целом они как минимум есть. Здесь, видите, немножко по-другому все развивается. И уже в 1933-м мы скоро начнем космическую гонку с Россией. Да, в этом моде все это происходит. Итак, у нас тут что на Британии предстоит? У нас будет кризис автоматизации. Дело в том, что мы потихоньку стараемся заменить рабочих роботами, а рабочему это, ну, конечно же, не очень нравится. У нас будут прекрасные выборы, на которых, я думаю, поддержать вот эту партию. Национально-народная партия, авторитарная партия. И вот здесь, как раз-таки в зависимости от нашей партии здесь, в кризисе автоматизации у нас есть несколько разных исходов, так сказать. И это даст различные идеи в зависимости от того, что мы выбрали по нашей партии. Вот здесь вот что-то вроде идеального общества, в котором роботы работают в населении. И у нас, видите, здесь ТНП куча тратится на это. Но у нас зато вместо этого что-то еще жесткое. То есть здесь вот, допустим, куча людских ресурсов, куча исследований. То есть люди, допустим, здесь занимаются, так сказать, наукой и еще какими-нибудь прекрасными вещами. А роботы все остальное делают. Здесь, в принципе, примерно то же самое, но они плодятся и воюют вместо этого, наверное. Здесь уже просто экономика. Здесь экономика, но корпоративная. Видите, ТНП минус 20. На самом деле в этом моде ТНП минус 20 это почти что бесполезно, потому что ТНП и так здесь очень сильно можно снижать. Вот, кстати говоря, сейчас 8% всего. Но это у нас еще немножко поменяется, потому что у нас с Крисосом ТНП на потом вернется. Так что, видите, минус 20 сюда добавлять как бы, ну, не сильно интересно, объективно говоря. И вот здесь вот уже есть такие более-менее интересные вещи. Ну, вот это, конечно, на самом деле не очень. Здесь скорость строительства дается, но... Но, давайте посмотрим на наше количество слотов. И, ну, объективно говоря, у нас их очень мало. То есть я построю фабрики, наверное, пару лет. И потом буду просто в фулл военные заводы выходить. Плюс у меня застраиваю инфраструктуру. И, конечно же, строю радары. Ну, в своих вот этих вот удобных для радаров местах. По авиации мы пойдем просто в истребители-штурмной войке. И в стратегии будем мы... Так как мы Британия, мы должны гадить всем с нашего острова Прекрасного. Нас никто не будет доставать, а мы будем всех бомбить. Звучит очень прекрасно. Я думаю, тактика во второй мировой сработала плюс-минус. И будем мы идти в тяжелопехотные дивизии с артиллерией. То есть в 27-ки мои классические. И плюс-минус, наверное, какой-то план у нас вот такой. Также, если что, кто не знал, здесь США не смогли вырвать свою независимость. Это все еще часть содружества. Это вот эти вот колонии. Почему-то, как обычно, интерфейс забыгался. Ну, в общем-то, вот они часть нашего альянса. Здесь у нас тоже колонии появились немножко по-другому. Ну, некоторые изменения есть. Но в целом Британия доминирует мир. И вместе со своим союзником Германией. Которая появилась из Австрии. На этом, я думаю, промо достаточно. Отлично. Поехали. И я тут уже немножко обзорил, что мы будем делать. У нас тут есть вот такие вот государственные дела. И ближайшее, что у нас будет из того, что мы будем делать. Действительно, есть такой альянс Арабские Эмираты. Но он подразвалится. И мы успешно себе подзаберем его кусочки. Поэтому, зная это, мы уже можем сразу тренировать это. Господи, можно, пожалуйста, мне выбрать только армию? Спасибо. По делам. Вот мы сюда можем влезть. Мы сюда лазить непосредственно будем. И то же самое вот здесь вот. Тоже. Планируем сразу наступление. Итак, наш последний хочет жениться на немецкой принцессе. Ну, в общем-то, учитывая наши отношения с немцами, это достаточно нормально. А наш король Георг, судя по вот этому фокусу, вот-вот умрет. И да, вот он, здоровый королей. Потихоньку, потихоньку, ему все хуже и хуже. Так, французы ремилитаризируют свои границы. Французы здесь примерно как Германия во Второй мировой. Они имели демилитаризованную зону. От них там что-то отделили туда-сюда. И они сейчас будут это стараться возвращать. И вот, французская республика пала. Границы демилитаризованы. И начинают реваншисты там поднимать свою голову. Так, конец эпохи. Король Георг, да здравствует король. И вот, наш новый король Эдвард Восьмой. Он обращается к нации. Очень с большим энтузиазмом. Фокус пропускается. Дальше фокус на сэкономический кризис. Так, королевский брак. Отлично. Кстати говоря, можно развивать, пожалуй, разведку. И какие-то технологии, возможно, красть. Это, я думаю, будет достаточно неплохо. Конечно же, мы будем разведывать в основном у французов все. И вот оно. Эдисон представляет нам андроиды в шахтерах. Представляете? В 33-м году уже андроиды работают. И рабочие, конечно, этому не совсем рады. А еще бы. Их рабочие места занимают. Нам, кстати говоря, мобилизироваться бы как можно быстрее. Но скоро сможем. И у нас в палитке, на самом деле, очень много генерится. И я думаю, по ходу игры будет. У нас вроде как нет никаких механик, куда бы ее можно было сливать. А исследовательские группы добавятся сами. Так что у нас есть решение на 2 фабрика со 150 палитки. Конечно, мы его нажмем. И начинаю сразу взлом своих основных противников. Франция, Италия, Испания и Россия. Позже же, я думаю, мы позламываем еще их марионетки. Так, валения продолжаются. Ну да, рабочие нам уже не нужны. Начинаются беспорядки против автоматлонов. Мы разворачиваем местный гарнизон. И вводится экономическое положение. Выбирается экономический застой. Но появляется у нас кризис. Человек ненужный. Вот он. И на самом деле дает некоторые плюсы, некоторые минусы. Но мы сейчас будем его потихоньку модифицировать. Только надо, чтобы дошло до этого все. По фокусам время. Берманская дорога, Ирландия. Так, Ирландия сейчас скоро отвалится. Точнее, не сейчас. Но мы к этому должны быть плюс-минус готовы. У нас есть здесь гарнизоны. Отлично. А вот эти страны, видите, уже отваливаются. И мы можем реально нападать. Так. Трепование прав на сирийскую нефть. Давайте, да. Так, у нас есть иорданская экспедиция. Это в Иорданию. Есть. И в Эмират Машрик. Давайте туда переведем войска. Эти тогда. И ему тоже, в принципе, объявим войну. О, коалиция у нас в... Собственно говоря, как это называется правильно? Не парламент, а у нас... Плата общин. Коалиция рушится, но... Нам, как бы, не сильно это интересно. И да, нажали все это. Сообщие выборы начинаются. Станской экспедиции, кстати говоря, против Йемена тоже доступно. Но давайте уже сделаем вот с этим все. Потом уже вернемся тогда в Йемен. Итак, наконец-таки, вот они, выборы. Как я и говорил, мы идем в национальную народную партию. Поехали. Они одерживают шокирующую победу. Итак, это в Шотландии было. Теперь в Северной Англии. Они также завоевывают лояльность Севера. Начинается война здесь. Наши войска входят сразу на территорию Иордании и Машрика. Так, следующие выборы в Южной Англии. ННП кордет победу. Отлично. И туда мы там, вроде как, все делаем успешно. Так, победителем становится... Невероятно, но это ННП. Британия жива и идет вперед. Так, у нас наконец-таки, я думаю, фокусы должны разблокироваться. Так, ННП в правительстве Британии. Интересное время мы с вами живем. Это точно. Так, давайте-ка... Сюда, подождите, все должно пропущено быть. А, нет, нет, это не должно быть пропущено, окей. О, запускаем всего на один. Начинается наша космическая гонка с Россией, я так понимаю. Не может вас дуть себя потерять на шанс на покорение космоса. Да. Да, орбитальные войны. Начинаются. И нам нужно сразу, я думаю, начинать... Пробовать запускать наши корабли. Что-то типа вот так. Мы сделали базовую ракету и пробуем запустить сразу. Так, смерть маршала Хейга. Я так понимаю, это что-то связано с партией вот этой вот Тори Хейга, но я не уверен. Досадно. И Апсалон-1 бьет рекорды. С темшим полезным грузом. Она сгорела, но успех подряд с научной сообщества. А то. О, и вот закон о национальном установлении. Боже, храни короля Георга VI. 350 политки. Как что, получаем дебаф, но потом все это пройдет. И мы убьем бедность, убьем грамотность. И исправим, точнее. Никто никого не будет обязательно убивать. Точно. А тем временем начинается в Ирландии гражданская война, как я и говорил. Надо туда перебрасывать обязательно нам войска. И вся, в принципе, авиация тоже может отправляться туда. Почему бы нет. Вот таким вот образом. Клап всем сюда. Кому не тренироваться. И надо ему, конечно же, вступить в войну, помочь. Поехали. О, ракета смогла стартовать, прорывая фатумсировать земли. Можно активировать любые компоненты, иначе наши следовательские модули начнут передавать свои данные. Что? Иначе. Почему не тогда, а не иначе? Любопытно. Но, видите, вот надо исследовать новые какие-то элементы. Но у нас на самом деле нету... А, вот есть... Ага, все, я понял. То есть мы должны делать вот так. Получать 15 очков исследований. И из-за этого исследовать новые, я так понимаю, компоненты. Давайте-ка вот так все сделаем. Базовый у нас... Базовый у нас комплект ракеты. Потому что это реальная база, и мы сейчас захватим космос. Итак, мы, кстати говоря, можем поддержать империю Цин. Здесь начинается, так понимаю, да, война. Китая. Слушайте, а мы хотим их поддержать? Мы не знаем, что там у них по вообще ситуации. И можем поддержать Рашиде, тоже Рашидская Аравия. Опять-таки, а почему мы хотим их поддерживать? А не вот этих? Не очень понятно. Они буквально не отличаются ничем. У них даже партии имеют одинаковые проценты. Я не сильно вижу смысла поддерживать ни тех, ни других. Если говоря, ассанская экспедиция... А, мы не в мире находимся, поэтому нельзя. Потому что мы в Ирландии сейчас воем. Окей, сейчас закончим тогда. Итак, готов у нас премьер-министр. Пропускается сразу победа национальной народной партии. С партии у нас все окончено. Я думаю, теперь есть смысл уже идти в экономику вот сюда. Поехали. Итак, за гранью это что? Ага, мы не смогли ракету проехать, да? В чертеже неизвестной машины. Ну, это очень любопытно. Так, и выбор следующего премьер-министра. Арман взгляд новое правительство. Наши люди взглавляют теперь нужные места в правительстве. Отлично. Так, отсеклись для отворота топлива. Базовый тестов движок. И ну-ка, составных частей. Опять-таки надо просто запускать и исследовать, ну, получать сельские очки. Все. Чтобы победить в космической гонке. Вот так минимум гонка за престиж. В Бразилии тем временем находят неизвестные племена. Захватывающая сказка, реально. Так, ирландский вопрос. А, мы все захотели. Можно смотреть-ка сделать их автономными, можно интегрировать. Но я думаю, мы будем полностью реинтегрировать обе части Ирландии к нам. Потому что почему бы и как бы и нет. Отлично. И теперь возвращаем эти войска вот сюда, в порты, чтобы они, если что, могли выехать по нашему первому зову. Так, неудачное преоблачение измерений. Ага. Значит, сильно... Ага, ага. Победняем инженера, конечно, аж за это. И делаем еще одну ракету. Я чувствую, мы в это очень много вложим. Потому что мы каждый раз фабрики тратим. Но в целом 14 дней, 4 фабрики, еще не так много. Тесантская экспедиция на стерео доступно. Нажимаем. А еще мы строим в Никарагуа. Не в Панаме, что самое забавное. Хотя, казалось бы, блин, здесь как-то поменьше, наверное. Да, копать надо. Ну, может здесь какая-то речка была до этого или что. Не очень знаю. Допустим. Можем сделать мы мост, как бы, ну, пролив. И у нас здесь различные решения. Я думаю, давлением оказывать не будем. Там есть шанс не успеха. А вот людские ресурсы, тысячи, мы спокойно зальем. Ведь фабрик... Слушайте. Да, потому что я знаю спойлер, что там дается 3 ТНП. Так что можно и в фабрике немножко подзалить сейчас, чтобы потом получить ТНП. Вот, смотрите-ка. Пакс Америка. Он ставит рекорды. Книжечка. В том времени, когда Америка объявила свои независимости. Атлантическое колесо. Жесть. Америка независима. Ну и придумали, а. Ну и придумали. Так, наша текущая ситуация. Кризис автоматонов. Ага. А, на этом мы изучаем вот это вот, короткие наши активы. Давайте наш ущерб. И успешный запуск. Отлично. Можем получить науку, я так понимаю, мы за это. Давайте вернемся сюда. Мы уже получили плюс 15. Супер. Тогда. Сразу делаем еще одну. Не теряем время. Запускаем. И я так понимаю, мы каждый месяц, наверное, или сколько. Не очень понятно. Плюс 10, когда мы получаем. Но каждый вот сколько-то мы получаем еще 10 очков сами. Так что потихоньку будем исследовать. Я объявил мою войну. Хемину, но я тут дообучаю свои дивизии до конца. Так, успешный запуск. Супер. Пока что ракеты летают как надо. Можем разработать промежуточный двигатель. Давайте стартуем. Пока все равно продолжаем запускать, что есть, как говорится. Так. Часть ракет не установлена. Топливо. Твердое топливо. А тут запускаем. Будем потихоньку исследовать следующие элементы. А пока запускаем как есть. И войска здесь обучились. Захватываем Йемен. Здесь на самом деле я не очень уверен, зачем мы это делаем. Здесь мы типа получили какие-то ресурсы. Но в целом тут два топлива только. Если бы там были какие-то ресурсы, было бы хотя бы поинтереснее. Но пока просто выглядит очень странно. Формирование партии. Независимость от Шотландии. Ну и реальная шутка, ребята. В Шотландии не будет независимо. Задение итогов ущерба. У нас сразу пропускается трещу фокуса. Но ничего не делают. Зачем они тогда нужны? Ну ладно. Типа, чтобы красиво был заголовок. Так. Что у нас тут есть? Ейцепь протестует. Не очень верно, что это даст. Ну ладно. Это звучит точно нет. Мы автоматизироваться это буду еще однозначно. Дальше. Автоматованное строительство и рост эффективности не очень. И это же, я что-то понимаю, это модифицирует как раз-таки вот эту вещь. А потом мы это отменяем. То есть это на время нам дается. Как бы пока мы не отменим. Вот есть, хотя бы говоря, ячейки исследований. Так что мы к ним и идем. Вот это выглядит не слишком интересно, я думаю. Следовательский кампус, конечно, приятно. Ну опять исследований. Но население, ну типа так. Такое, средненько. Здесь что-то исследование 2, ТНП-4. Здесь ТНП-2, и здесь фабрика эффективность. Но я думаю, надо идти вот сюда. Это к тому же еще даст нам вот этот фокус, который даст нам кучу максимальной эффективности производства. Это вроде как из всех своих альтернатив лучше. Так что да, мы идем сюда-сюда, потом посмотрим. Но в целом экономические вещи будем сейчас следовать. Так, 12-часовой рабочей, по-моему, у нас сейчас 14-часовой. Я думаю, мешать его не стоит. Здесь у нас фокус дает 2 военного без населения. Он забирает за 15 скоростей от жительства фабрик. Это мы брать не будем. Это какая-то нереальная ловушка. А агументация поощряется, кстати говоря, интересно. Это, так понимаю, у нас меняется вот это. На агументацию поощряется. Да, темп исследования плюс 5. Это отлично. Это мы, получается, реально берем вот сюда. Темп исследования, потом сюда, и потом думаем дальше. Поехали. Итак, мы исследовали новый двигатель. Раз, не дачу, теперь всего лишь на плюс 10, а не плюс 25. Дорься-ка. Уменьшает шанс. Даже не увеличит, а уменьшает. То есть шанс... Шанс 0%. Супер. Отличный движок. Так, поэнная заработка завершилась. Рашиды победили. Аравия оборотила взор на запад? Ну-ка, ну-ка. Положенская, это краженская война. Ну, мне не сильно интересно, кто там победит, честно говоря. Я бы просто съел тех, кто остался. Ну, либо как-то их нефть там получил. Но у нас как-то не сильно дает что-то. Ладно. Тогда просто продолжаем дальше. Кири, кстати говоря, умерла в возрасте 67 лет. Интересная ученая, конечно. И у нас есть немножко опыта армии. Я думаю, знаете, что мы сделаем? Мы уже нашу пехоту немножко переработаем. Во-первых, сделаем ее привлекательней. Если дивизия, пускай они будут вот так стоять. А ПВО пока не особо производим. Но в целом... Нет, ладно, пока не хочу добавить ПВО сюда. А вот артиллерию сюда вполне себе. У нас есть... Так. Это будет пехоточка наша. Отлично. Теперь здесь у нас пехоточка. Так, а куда нам нужно дивизии будет отправиться дальше? У нас здесь вот я вижу, конфликт есть. И я так понимаю, он сам не разрешится. Давайте, наверное, сюда пока и отправим. Там дальше посмотрим, как что будет. Так, успешный запуск. Отлично, все. Теперь у нас будут только успешные запуски ракет. Если что. Так что... Россия, не берегитесь. Мы первыми будем в космосе. Так. Так что продолжаем. Модуль. И 10%. Было 0. Что-то поменялось. Как будто у нас два модуля поставилось. Ну ладно. Всегда побоится от счета. И очередной успешный запуск. А у нас тем временем готово изучение органических вычислений. Мы создаем министерство технологий. Видите, здесь вот еще есть варианты. Можно частному сектору дать этим всем заниматься исследованием. Можно малой компании, чтобы занимались. И можно свое собственное сделать. Я думаю, это точно того стоит. Конечно же, государство должно само этим заниматься. Чтобы участники не сделали чего-то такого некрасивого. О, международный телескрининг. Смотрите-ка. Теперь можно смотреть футбол. Невероятно. И у нас успешный запуск один за другим идет просто. Можем сделать усовершенствованный двигатель. Можно сделать новый отсек для теперь жидкого топлива. Давайте, наверное, будем... Мы уже двигатели улучшили. Давайте теперь отсек улучшим. Да. И вот это вот, кстати говоря, нам вроде не дает. Это позже нам как будто надо. Давайте молодость звездных исследований так же ставим. И потихоньку накачиваем себе очки исследований. И нам уж можно чуть-чуть мобилизовать свою экономику. Я, конечно же, это делаю. Потому что это 20-го разстрелива с И-5 ТНП. Конечно, это очень важно. И Соединенные Штаты Китая победили Великую ЦИН. Ну, мы их не поддерживали, Великую ЦИН. Но, не знаю, опять-таки, насколько бы эти 2000 винтовок что-то поменяли. И насколько нам реально нужно. По-моему, пока что там просто скриптовые войны происходят. Без реально каких-то фокусов. Без реально каких-то еще событий. Так что, не думаю, что как-то сильно важно их поддерживать. Может, в будущем. Ракеты продолжают летать. И министерство технологии, наконец-таки, у нас есть. Нам нужно убрать людей. Люди не нужны, звучит очень сильно. Мы просто хотим ли мы что-то, может, другое. Вот это, кстати говоря... Нет, ладно, это нам не нужно. Объем падает. Там только базовая побольше. Но базовая, типа, не так сильно, как объем и ТНП. А вот аргументация поощряется? Да, нам надо брать, пожалуй. И я думаю, знаете, что... Вот здесь вот у нас есть тоже интересные выборы. Кстати говоря, мы можем колонии прокачать. Но это, очевидно, мы делать не будем. Это еще увеличит промышленный потенциал на 10. При этом совершенно непонятно, что это такое. Вот в третьей хойке был промышленный потенциал. А здесь его нету такого понятия. Дальше. Вот здесь как будто что-то очень приятное. Куча всего увеличит. Кстати говоря, увеличит ТНП. Подсвечено зеленым. Хотя ТНП реально растет. И это красное. ТНП мы не хотим, чтобы росло. Это красное. Очень странно выглядит. Не знаю, это переводчики так покрасили. Или это в ваниле. Ну, имея в виду в оригинальном моде так покрашено. В зеленый. Но это точно так не должно быть. Это очень дезинформирует. Тебе кажется, что оно будет уменьшаться. Но вот этот фокус очень интересный. Еженедельные людские ресурсы плюс 1000. Это, если что, очень много. И это вообще не все, что мы будем получать. Мы потом еще вот здесь в воду будем получать 2,5. То есть мы будем каждую неделю получать по 3,5 тысячи людских ресурсов. Это круто. То есть в год мы будем где-то почти 200 тысяч людей получать. Просто вот так. Супер, я думаю. Мы по-моему, я думаю, да, ежемесячно получаем 900 всего лишь. Ежемесячно. Так будет каждую неделю 3,5. Просто представьте, это невероятно круто. О, ракета конечно старталась. Но упала в районе Амазонки. Где ей поклоняются, когда в божественной ранее не обнаружено племя. Это племя рассматривает ракета как хорошее предзнаменование. Металл наделен логическими свойствами. А, прикольно. Они оставляют славу ракете. Реально? Почему бы нет? Пускай племена порадуются. А мы временем... А нет, еще не делаем жидкое топливо. Но скоро будет. Скоро будет. Еще один успешный запуск. Я думаю, дождемся мы уже вот этой... новой технологии. Новых топливных деталей. Ставим мы здесь промежуточный двигатель. Ставим мы здесь жидкое теперь топливо. Снижает на 5%. Супер. И ставим мы сюда, конечно же, модуль исследования. И слушайте, вот это, наверное, нам нужно. Мне кажется, что нам нужно получше, побольше следований фармить. И это выглядит, как будто это вот это нам нужно. Орбитальное исследование. Давайте пока что сделаем так, а там посмотрим. Итак, смотрите-ка, у нас сразу три эвента. Так, ну, ракета у нас не взлетела. 5% все было. Что-то нам очень сильно не повезло. Ну ладно. Тупиковая ситуация в Данкинской кампании. Вы видите, наши войска из Вьетнама? Не-не-не-не. Мы такое делать не будем. Мы не бросаем этих ребят, и мы вступаем в войну. Как я сказал, сами они не справятся. Подводим мы наши войска. И я предполагаю, что наш авиатор. Здесь есть авиабаза. Здесь есть авиабаза. Сюда. Вот так, я думаю, мы сделаем. Кстати говоря, все остальное, кроме вот этих двух самолетов, пожалуй, отправляется сюда и продолжает тренироваться. Кстати говоря, вот эти еще начинают работать не только днем. У нас отчета из мандата. Сообщение из Палестины. Мы нашли какого-то белого человека, путешествующего в одиночку. Звучит любопытно. Давайте отправьте агентов. Итак, агументацию мы теперь поощряем. И, как я и говорил, теперь давайте вот сюда в отдел женских мест. Начнем уже фармить Manpower. Но, я думаю, на этом уже серии первая подошла к концу. Мы уже отыграли годик. Мы тут построили немножко фабрик. Продолжаем их строить. Самое главное, мы выбрали нашу партию, которая их будет вести, нашу Британию, в светлое будущее. И уже потихоньку решаем наши экономические вопросы. Параллельно отстраивая себе промышленность. Кстати говоря, у нас фабрик было вроде 20. У нас было, по-моему, намного меньше военных заводов. 13, что ли, мы начинали. Ведь мы Ирландию мы подзахватили. Приятно. Так что, ребят, с вами был Добгей. Отлично подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. И группа Дискорда тоже про ней не забывайте. И до встречи, всем пока.